Всем привет! У меня здесь на столе хаос, а это значит, что сейчас мы будем вместе с вами собирать сумку в роддом. У меня тут уже частично все разобрано, собрано, но сейчас я все буду доставать и еще раз сортировать по разным сумкам. Вот, так, у меня, видите, такие три большие сумки, я их покупала на Wildberries, цена у них около 500 рублей. На все товары, которые вспомню, постараюсь найти вам ссылочки и оставить в описании под видео. Так что смотрите там, если вам что-то определенное нужно. Также напоминаю, что у меня будет дородовая госпитализация, поэтому мне, в принципе, не принципиально по каким сумкам что будет лежать, потому что я не поеду экстренно там в роддом, и мне не нужна будет сумка сразу в родовое, то есть я ее смогу собрать уже конкретно, когда буду лежать в палате. Ну а так, я вам все равно примерно покажу, что как, где у меня лежит. Вот, и также из того, что обычно не берут на естественные роды, у меня здесь чулочки компрессионные и бандаж послеродовой, так как планируется кесарево сечение. Сейчас вместе будем разбирать сумки, и я вам все буду подробно показывать. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, давайте с вами рассмотрим первую сумку. Это вот такая вот косметичка. Здесь я собрала все уходовые средства, что я туда кладу. Тут у меня лежит вот такой дорожный набор. Это шампунь, бальзам и гель для душ, а также крем для сосков, вот такой пульлан от Миделла. И здесь лежат шесть вкладышей для груди, потому что они у нас по списку тоже есть. Не знаю, пригодятся они мне или нет, но в списке они есть. Так, дальше, что еще? Влажная туалетная бумага. Я читала, что лучше брать все-таки влажную, чем обычную. Ну, тем более, обычную у нас предоставляется роддомом. Дальше. Это набор одноразовых станков. Мочалка. Зубная паста сюда же сейчас положу в дорожный набор. Здесь я убрала несколько ушных палочек и ватных дисков, так как мне долго лежать еще перед родами придется. Вот, на всякий случай взяла, не знаю, пригодится, нет. Вот такой вот маленький пакетик. Так, и здесь для ребенка получается вот такое эко-мыло детское. Я брала по отзывам на Валдборрисе, тоже ссылочку оставлю, постараюсь. И вот такой вот кремушек под подгузник. Тоже брала по отзывам. Не знаю, не пользовалась. Видите, он еще закрытый. Но я с собой его тоже беру. Так, теперь вторая сумка, которую я собрала на роды. Она вот такая вот, среднего размера. То есть, если бы я рожала естественно, я бы вот этот набор взяла с собой, когда поехала в роддом первоначально. И еще сверху, конечно же, тапочки, потому что их всегда надевают при входе. Но я их кладу в свою основную большую сумку с самого-самого верха. Потому что, когда я приеду, меня сразу заставят переобуть тапочки. Так, что я вообще кладу в родовую сумку? То есть, то, что я бы взяла с собой в родовую палату. Это халат и сорочка. Мне дала старшая сестра. Мне как-то лень на один день покупать. Поэтому я и взяла то, что есть. Также здесь я взяла пару пеленок одноразовых. Не знаю, пригодятся они или нет. Но взяла. Также рекомендуют брать вот такую вот воду с носиком, чтобы было удобно пить. И маленьких объемов. Лучше несколько маленьких, чем одну огромную. Потому что неудобно будет держать. Я вот взяла 4 бутылочки по 0,4. Также я взяла печеньки, если вдруг роды будут ночью и захочется после них покушать. А ночью в роддомах не кормят. Поэтому вот взяла две упаковки. Не знаю, пока, может быть, какие-то одни только возьму. Но так как я буду ложиться в дородовое, я возьму, конечно, две пачки. Потому что я их точно уже съем. Наверное, еще до родов. Так, и что нужно для ребенка? Это один подгузник. Шапочка одна. И носочки. Также я сюда еще, наверное, положу бодик. Либо слипик. Пока точно не знаю. Я уже определюсь в роддоме. Но сюда какую-то одежду для ребенка я тоже положу. Потому что у нас в роддоме сразу можно одеть ребенка в свою одежду. Вот. Такое получилось наполнение второй сумочки. И сейчас все будем с вами складывать. Так. И третья сумка у меня самая большая. Там будут лежать остальные сумки. И вот эти вещи, которые я сейчас здесь разложила. Сейчас вам покажу, расскажу, что у меня здесь. Здесь я собрала то, что нам уже понадобится после рождения малыша в послеродовой палате. Так. Здесь у меня одежда для меня. Я взяла еще одну сорочку на смену. И лосины с футболкой, если мне так будет удобнее ходить. Плюс еще я буду это носить перед родами. Мне так удобно. Также здесь взяла несколько одноразовых пеленок. Я вообще не знаю, нужны они или нет. Может быть, они вообще не пригодятся и у нас будут выдавать. Но я с собой пять штучек вот положила. Дальше я беру большую пачку влажных салфеток. Здесь у меня обычные ночные прокладки. Я не знаю, пригодятся они или нет. Но, например, первые три дня я планирую ходить вот в таких вот, в таком вот нижнем белье специально послеродовом. Я купила на Валдборресе. То есть, это, знаете, заменяет такие трусики с сеточкой и большую послеродовую прокладку. Сразу надеваются такие вот, как бы, трусы. И я думаю, что вот первые три дня буду использовать их. А может быть, и все время буду использовать их. Может быть, перейду потом на эти. Я просто не знаю, какие выделения. У всех все по-разному. Поэтому буду смотреть по обстановке. Также обязательно беру с собой полотенце. Также взяла набор, ну не набор, а пачку подгузников. У меня здесь, по-моему, сколько штук? 25 штук. И один я вытащила, положила в родовую палату сразу. Вот, взяла Хагис и Литсофт по отзывам. Также уже после родов, скорее всего, мне понадобится бандаж. Сейчас я его сразу достану из коробки, чтобы он много места не занимал. Я его кладу тоже в послеродовую сумку. И чулки я пока что кладу сюда. Но, возможно, переложу их в сумку, которую буду брать с собой на роды. Я это смогу сделать уже в самом роддоме, потому что ложусь заранее. Так, ну и здесь у меня получается одежда для дочки. Я здесь взяла три слипа, два 56-го и, по-моему, один 50-го. И один бодик с коротким рукавом. Также взяла две шапочки и двое носочков. Потому что не знаю, сколько нам лежать, какой будет размер. Поэтому взяла вас сразу столько. Посмотрим, как я чем буду пользоваться или нет. И сейчас я все это буду складывать в эту одну большую сумку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, ну и, конечно, помимо сумки нужно взять все документы. Паспорт, полис, СНИЛ, сортовой сертификат, обмены карты. В общем, вам должны список дать в вашем роддоме. Также я беру все свои УЗИ, потому что у меня там ситуация такая, которая требовала наблюдения. И все УЗИ вот я беру с собой, чтобы врачи могли оценить их. Также нужно с собой взять блокнот и ручку. Я сейчас сюда запишу, что мне еще с собой нужно будет положить прямо перед тем, как выходить из дома. Давайте я сейчас с вами поделюсь. Я себе написала зубная щетка, потому что я ее регулярно пользуюсь. Возьму свою, уже не стала покупать другую. Дезодорант тоже им регулярно пользуюсь, поэтому его нужно будет положить. Зарядка для телефона, сам телефон, наушники и зарядка для наушников, так как они у меня беспроводные. Я не знаю, будет ли у меня время и возможность слушать в роддоме что-то, но я решила с собой взять, потому что, опять же, я ложусь заранее. Вот, в принципе, это все. А, еще я с собой взяла карточки, с которыми хочу сфотографировать дочку, как она только родится еще в роддоме. И последняя сумка, которую я буду собирать, это у меня идет на выписку. Здесь я беру одежду для себя. Это платье, колготки. Остальное Женя привезет, я ему позвоню. Также беру наш комбинезон. Сюда под низ слипик, сверху комбез и этот, как его называют, конверт. Также здесь шапочка и снуд, если нужен будет. И здесь для меня плойка и термозащитное средство. Я, конечно, не уверена, что у меня будет время, чтобы навести себе красоту на голове, но если вдруг будет, я попрошу Женю, он мне вот это все привезет. Если я пойму, что нет, не получится, я ему скажу, что вот это вот не нужно привозить. И здесь мини-косметичка. Здесь я просто беру с собой тушь, как это называется, карандаш и кисточку для бровей. И вот этот вот, по-моему, консилер называется, чтобы замазать синяки под глазами. Вот я это все уберу в косметичку. И вот такая вот третья сумка у нас, точнее уже четвертая, она пойдет на выписку. Я ее оставлю дома, но сразу все соберу, чтобы потом Женя не мучился, не искал ничего, чтобы просто ее взял и привез мне, когда мне нужно это будет. Вот, вроде бы все рассказала. Вот, в принципе, и все мои сумки в роддом. Все, что я купила, все, что упаковала, я вам рассказала. Здесь положила для ребенка на выписку, здесь для себя одежду на выписку. Так, и здесь еще носочки, ну, в общем, нижнее белье, которое я с собой возьму на дородовую госпитализацию, потому что не знаю, сколько мне лежать. Я когда у врача точно узнаю, возьму количество носков, то, которое мне нужно. Вот. А в принципе, все. Если я что-то забыла, то я либо в процессе видео уже это вставила, либо сейчас напишу списочком, что еще я бы добавила. Но я вот сейчас точно помню, что нужно еще взять с собой гигиеничку. Обязательно все говорят. Вот. Так что ее я положу. Она у меня просто всегда с собой в сумке, поэтому я ее даже не стала сюда писать и сюда убирать. Вот. Пишите, что вы бы добавили, что вам не пригодилось, что пригодилось в роддоме. Интересно послушать, какие у вас сумки. И надеюсь, что это видео для вас было полезным. Вы для себя тоже что-то полезное найдете. И для вас будет теперь попроще собрать сумку в роддом, как и для меня. Всем спасибо большое за просмотр. И пока!